Здравствуйте! И снова есть повод поговорить о мутных людишках в окружении нашего губернатора, которые подставляют его вот почем зря тем, что подсовывают непроверенную или ложную информацию, которую он потом озвучивает при всем честном народе. Как святую истину. Интереснейший документ из прокуратуры попал мне в руки, который позволяет раскрутить эту ниточку на конкретном примере. Вот помнится, в своем еще ежегодном послании Николай Иванович отдельно останавливался на расследовании деятельности Коммунэнерго. Мол, дело на мази, дело верняк, вот-вот выяснятся все подробности махинации Ивана Кияченкова. Ну и вот, по прошествии полугода расследование закончено, и надо вам сказать, что закончено ничем. Из документов следует, что следствие оснований для уголовного дела не нашло. Присвоения и растраты чужого имущества не было. Все распределения денежных средств законы обоснованы, и руководство Коммунэнерго предпринимало меры для погашения задолженности перед поставщиками, что подтверждается показаниями практически всех участников разбирательства. Ну то есть выходит, что тогда Николаю Ивановичу подсунули не факт, а фуфло. Возможно, вот так кто-то прикрывается губернатором, предоставляя ему ДЭЗу для достижения собственных каких-то интересов, не сильно запариваясь, что тем самым губернатор-то подставлен по самое не хочу. Вот что может быть круче, чем прикрыться именем губернатора в процессе отжатия бизнесов, тем более, если его используют в темный, он сам искренне верит, что обозначенный им персонаж коррупционер и редиска. А верит, потому что кто-то его убедил в этом, и согласитесь. Совершенно разные настрои у силовиков копать и что-то там нарыть, когда просто какая-то рядовая история, и когда она на контроле у губернатора. Вот тут хочешь, не хочешь, а будешь землю рыть, и пытаться выдать на гора искомый результат. А вот когда, несмотря ни на что, выясняется, что это пшика и бла-бла-бла, вот в этом-то и заключается подстава. Ну потому что губернатор оперирует не фактами, а фикцией. И вот в этой-то связи очень интересно, ну, во-первых, кто же это дело замутил и инициировал расследование деятельности коммунэнерго именно в виде уголовного дела, а во-вторых, кто подготовил материал именно в таком виде и подсунул его губернатору, сопроводив соответствующими характеристиками. Ну то есть кто отработал в качестве прикрытия этой комбинации по отжатию бизнеса, у одной конторы в пользу другой, в окружении губернатора. Ведь для меня очевидно, что таким наездом самого Кияченкова тогда просто активно выдавливались с территории области, чтобы он не мог полноценно защищаться и был позговорчивее. Ну а в его отсутствие при полном согласии оставшихся сторон просто в темпе бизнес-то и отжали. Делали это в спешке, ну, потому так топорно. Возможно, думали, что тема будет закрыта быстро, в раз и навсегда, а нет. Такой вот конфуз вышел. Поэтому, если дальше начнутся разбирательства на основании каких договоров и документов Самрек и Сутэк осуществляют свою деятельность на вот этих объектах котельных, и на каком основании они используют чужое имущество, то вот как раз вот в этом-то непаханное поле деятельности для правоохранительных структур. И много чего интересного, я думаю, там выплывет. Я думаю, что материалы по вопросам вероятных нарушений в сфере ЖКХ под соусом коррупции для доклада губернатора готовило ведомство Валерия Юртайкина. Но вот только сдается мне, что рабочую информацию им подогнало профильное министерство ЖКХ. А вот кто там готовил то, что оказалось в итоге туфтой, именно в таком виде, вот, пожалуй, самый интересный вопрос. Так что уж если уж департамент по противодействию коррупции заинтересовался делом Коммунэнерго, было бы очень хорошо и правильно, если бы еще создали комиссию и провели собственное полноценное расследование, кто и почему подсовывает губернатору ДЭЗу. Заодно хорошо бы и проверить, наверное, деятельность министерства в плане ангажированности. Ну, то есть подыгрыша одной из сторон, когда газовики вот предпочли довести ситуацию до полного кризиса с перекрытием вентилей, а чиновники никак в это не вмешались. Хотя именно под кураторством и гарантией министерства ЖКХ стороны обозначили в свое время готовность переоформить долги управляющих компаний напрямую поставщикам газа. Вот по одной информации все необходимые документы и Коммунэнерго предоставила. А вот из прокурорского протокола следует, что при опросе министра тот заявлял совершенно другое. Выходит, кто-то врет. Вот с чем следователям и надо бы разобраться. Ну, потому что, повторюсь, речь идет не только о разборках коммерческих структур и возможном участии чиновников министерства на стороне одной из них. Речь идет о том, что эти ребята своими действиями могут впрямую подставлять губернатора и прикрывать им свои делишки. И вот если эту информацию губернатору предоставило министерство ЖКХ, то кудрявого нашего министра, наверное, надо нежно брать за грудки и спрашивать. Милый, что ж ты творишь-то? И на кого работаешь? Сокол ясный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова